Своебразным отчетом об исполнении долгосрочных целевых программ стало сегодняшнее заседание регионального правительства. Было рассмотрено 18 вопросов, большинство по ключевым направлениям развития области. На развитие инвестиционной среды в прошлом году было выделено около 3 миллиардов рублей. Это позволило значительно улучшить деловой климат, реализовать множество проектов, привлечь дополнительные средства из госказны и от частных инвесторов. Продолжается подготовка к чемпионату мира по футболу. Она затрагивает не только строительство спорт-объектов, но и целый комплекс транспортных, жилищно-коммунальных, экологических и социальных вопросов. В три раза увеличилась сумма федеральных субсидий на создание в регионе безбарьерной среды условий инклюзивного образования детей. На эти цели в прошлом году было потрачено более 340 миллионов рублей. Наращиваются и темпы строительства жилья, ввезено эксплуатацию свыше 1 миллиона 880 тысяч квадратных метров. Активная поддержка оказывается молодым семьям. Выдано 1065 свидетельств на приобретение жилья на общую сумму более чем 700 миллионов. Редеет реестр обманутых дольщиков. Достроено 7 домов, что в общей сложности позволит справить долгожданное новоселье 1200 гражданам. И все же, несмотря на озвученные цифры, первый вице-губернатор Александр Петрович Нефедов призвал повысить эффективность исполнения всех профильных программ. Если смотреть только 2014 год, по данным Минстроя эффективно 76%, Минэконом 75%, что явно недостаточно. Поэтому и Минфину, и Минэконом надо пожёстче смотреть за показателями и контролем за выполнением, освоением средств. Ну и Минстрою здесь. Смотреть за нормативами, смотреть за индикаторами программы. И чтобы она была, всё же, не 75, а намного больше возможностей такая у них есть. Тем более, всё то, что он говорил, перспектива на 2015 год по землям и прочее, прочее, достаточно хорошая. Продолжение следует...